Сегодня у секретариата очень много работы. В шпаге у девушек участвуют 154 спортсменки и, как всегда, полно неожиданных результатов. 17 российских регионов, а также республики Казахстан и Беларусь. Такова география международного турнира памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Александровича Шарикова по фехтованию на шпагах среди девушек. После двух пулов и большого количества поединков на вылет для представления на подиум вышли Манана Саумова и Анна Гзюнова. Обе москвички в поединке между собой по традиции фехтовали без подсказок от тренеров. Победу со счетом 15-3 одержала Манана Саумова. Еще одной москвичкой на подиуме стала Светлана Халитова. Ее соперницей за вход в 4 была Арина Баранова из Московской области. Победу в этом бою одержала москвичка 15-10. Третьей парой финальной восьмерки стали Виктория Шичкина из Московской области и Юлия Кадырова из Татарстана. В итоге Юлии не без труда удалось расширить географию полуфиналистов. Счет поединка 15-14. А очередные шпажистки из Московской области Светлана Решетникова и Москвы Полина Андреева лишь в дополнительном периоде смогли выявить победительницу. Со счетом 10-9 победу одержала Светлана. Первый полуфинал снова свел двух москвичек. Манана Саумова оказалась сильнее своей одноклубницы Светланы Халитовой 15-9. Второй полуфинал между Юлией Кадыровой и Светланой Решетниковой продлился два периода и закончился со счетом 15-10 в пользу Решетниковой. В финале Манана Саумова с первых же уколов ввела в счете и в третьем периоде одержала победу над Светланой Решетниковой 15-7. Победа далась Манане очень тяжело и своими комментариями и за себя и за свою ученицу поделился Виталий Александрович Кислюнин. «Эмоции закончились, если учесть, что это за 10 дней пятые соревнования. Молодец, хорошо фехтовала, уверенно. Тяжелые бои были, легкие бои. Хорошо слушала тренера, выполняла указания. На своем характере взяла и выиграла. Когда нужно, стояла около дорожки. Просто когда наши спортсмены фехтуют одного тренера из одной организации, мы стараемся не подходить, не подсказывать в одном зале. А так постоянно подсказывала, смотрела на меня, исполняла самое главное. Так что нормально все. Пока скажу, что нормально. Она вот сейчас была во Франции третья была, перед этим в Германии была она пятая. То есть нормально. Пока вот эта неделя, как говорится, вторая неделя хорошо идет пока. Сейчас будем немножко отдыхать и готовиться к новым соревнованиям у нас в Пенеевстве Москвы. И потом в январе там Пенеевство России, по кадетам, по юниорам. Там турниры еще новогодние. Плюс еще за границей там у нас есть Братиславовый турнир. То есть будем готовиться к Европе, к миру. То есть это пока еще только середина пути. Все еще может решиться. Мы поймали бронзовую призерку юношеского чемпионата мира Майю Гучмазову. Майя, привет. Вроде не твоя возрастная категория. Какими судьбами? Ну я пришла поболеть за наших девочек с моей команды, с Северной Осетии и с Москвы. За кого переживала? Больше за нашу команду, девочек, которые в Сосетии, которые лично моего тренера ученица. А так, ну мне есть за кого переживать. Много учениц, много знакомых и много подруг. А что сложнее, выступать на дорожке, даже не сложнее, а волнительно, выступать на дорожке самой или переживать за своих? Не, больше переживать за своих, потому что ты смотришь бой со стороны, ты хочешь сделать правильное решение, правильное движение, хотя не получается. Ты хочешь подсказать ученице там, например, она не слушается, и это прям эмоциональный срыв, очень серьезный. Так что мне легче выступать, чем подсказывать. А ты, как уже спортсменка, прошедшая этот этап, каким советом можешь поделиться с юными фехтовальщицами? Ну я еще скажу, что я этот турнир тоже выигрывала в свое время. В 2008 году я его тоже брала. Тогда я фехтовала с Колобовой, Виолеттой, но я ее тогда выиграла. Вот, например, я хотела привести пример Самову Манану, которая выиграла этот турнир. Она, ее фехтование на сегодняшний день мне очень прям понравилось, уверенно, четко. И не кадетское фехтование, а взрослой девушке фехтование, так что мне кажется, пример с нее нужно брать. Спасибо большое, рада тебя были видеть, сияешь, как всегда. Как ни грустно говорить, но завтра последний день, поэтому увидимся на шпаге юноши.